Миражи России, Вальдена и обманутая царица Пабло Клева, Чларен, Аргентина 12 июня 2018 года Екатерина Великая, императрица и самодержица Всероссийская, направлялась в недавно завоеванный Крым, когда отдаленные звуки заставили процессию остановиться. Царица выглянула из окошка своей кареты на расстоянии примерно километра увидела разноцветный процветающий город Хуан Пана, Юан Эсипанна, журналист, один из основателей ТИА, школы журналистов в Аргентине, примечания Перев, и автор книги по футболу «Сердце и короткие пассы», Черезон и Пасейс Чартос, был свидетелем чего-то похожего на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Он ехал в Фольксваген-Жук по улице Несаваль-Кайотль, Невал-Чайотль, в сторону стадиона, где должны были играть Даня и Уругвы, когда заметил, что витрины магазинов были слишком роскошно обставлены. Это показалось ему подозрительным. Екатерина, занявшая трон после убийства ее мужа Петра III, шла рядом с Григорием Потемкиным, светлейшим князем и генерал-фельдмаршалом, также известным как князь Таврический. Он был готов на что угодно, только бы впечатлить ее величество. Пан оказался хитрее. Еще до поездки он изучал ситуацию в Мексике. Приехав, он разговаривал с жителями города, ходил по разным его улицам, сильно отдаляясь от центра и, что самое главное, побывал и в пригородах, где и подтвердились его подозрения. Это был беднейший город с социальными проблемами, которые припудрили к чемпионату мира. В свое время Потемкин хотел только скрыть то, в каком положении находился полуостров, финансирование на него выделяли мало. Поэтому декорации с одного крымского города разбирались, как только рассеивалась пыль, поднятая царскими лошадьми, и спешно переносились на несколько километров вперед, к следующему городу. Во всех подробностях Пан описывает мексиканские карточные домики в своем путевом дневнике, который стал его неразлучным спутником на всех чемпионатах мира. Пан окунулся в мир журналистики в 17 лет. Сейчас ему 69, и он готовится к поездке в Россию с таким энтузиазмом, как будто это его первый чемпионат. Пару дней назад я встретил его в одном кафе в районе Ансиа в Буэнос-Айресе, где он учился русским приветствием, и я попросил у него совет, как рассказывать о чемпионате. Там нужно вести себя, как на конном заводе, прикидываться новичком. Развлекайся, думай об этом как о приключении, рассказывай истории. Ну, что еще? Поищи какую-нибудь потемкинскую историю, посоветовал он мне. Постараюсь найти какого-нибудь потомка Екатерины, чтобы тот подтвердил или опроверг миф о выдуманных деревнях, которые в России называются потемкинскими. Это выражение очень распространено в России и обозначает обман, выдумку, инсценировку. Я искал еще специалистов, и встретился с журналистом Джоном Карлином, Йон Чарлин, другом Нельсона Мандиалы. Я также попросил у него совета, и он сказал, расскажи, какая Россия? Смотри по уголкам. Друзья будут расспрашивать скорее про это, чем про Путина. Екатерина Великая правила России 34-го года. Пана на ЧМ-86 получил в подарок футболку Вальдона. Недавно Карлин очень растрогался, когда ему предложили одну из футболок и эскурсионистов. А я заканчиваю поздравлением, счастливого дня журналисты тем, кто рассказывает свои истории с пристрастием.